Сейчас мы находимся на том самом месте, где вчера и произошло чрезвычайное происшествие. О нем напоминают личные вещи, которые имеются в этой вот яме. Это вот эти вот резиновые сапоги. Есть даже фонарь, судя по всему, именно им пользовались погибшие актюбинцы. Сама яма, кстати, самодельная, и в нее может залезть любой человек. А вот, собственно, и тот самый металлолом, из-за которого и погибли. Само происшествие случилось вчера около четырех часов дня. Несколько мужчин, предположительно их было семеро, зарабатывали себе на жизнь поиском металлолома, который потом сдавали и получали за это деньги. Казалось бы, для них уже привычная работа в итоге закончилась трагедией. Накануне они отправились в район старого коллектора, он находится в поселке Курайли. Здесь под землей протяженность чугунной трубы, которая ведет к прудонакопителю, составляет 5-6 километров. В 2009 году Акбулак построили новую систему этих труб. А эти, пока находятся они, не используем в состоянии. В 2012 году у них началось массовое выросло этих труб. Вот они пресекали, задерживали, экскаваторами выкапывали. А потом уже поняли, что экскаваторами видно, они начали подземные ходы вот эти рыть. Они незаметны, охрана есть, но здесь как раз такое место, где особо и не видно было лазер под землю. И прямо в обычной яме, спустившись сначала на глубину 2 метра, затем пройдя вглубь по трубе, искатели металла получили отравление парами газа, предположительно метаном. Они вот спустились в эту трубу и, по всей вероятности, они отдалились уже на примерно более 100 метров и получили отравление вот как раз метаном. Как вам это известно, во всех таких местах, где особенно конденсационные трубы, в низовьях скапливается метан, который никакого запаха, ничего не имеет, но приводит к таким смертельным исходам. Сначала спасать, теперь уже погибших ребят бросились их напарники. Они даже наняли экскаватор, но поиски оказались безуспешными. И только после охотники за металлом обратились за помощью к спасателям. Можно спрыгнуть там 2-3 метра, ну или на веревке, там ступеньки они сделали, и в трубу заходят, и по трубе идут уже. И там домкрат нашли ребят, наш спасатель, домкратом поддомкрачивают, чугун же лопается, кувалды бьют и кусками оттуда металл выносят. Четвертым просто или организм, или он вперед быстрее ушел, там более-менее, значит, паров метана меньше было. И когда уже второй, мы уже начали копать экскаватор, мы вторую яму уже оттуда извлекли, он живой оказался. Сейчас 29-летний мужчина, которого удалось спасти, получает лечение в БСМП. Остальные погибшие являлись друг другу братьями. Жили они на 39-м разъезде. И, скорее всего, их похороны состоятся уже завтра. В целом, сам коллектор, недействующий объект, трубы охраняются, но уследить за всеми, говорят, в Агбулаке они не могут. Буквально на днях в этом же районе была задержана группа людей, которые смогли откопать две тонны чугуна. Сейчас это дело расследуется в заводском отделе внутренних дел. Лиза Ацакиева, Марата Кожанов, программа «Факт».